Друзья, 27 апреля, город Каменскуральский, Свердловская область. Нахожусь на участке. Сейчас приближу, какие у меня уже огромные алиумы. Посмотрите, какие уже большие. Лук декоративный, кто не знает, что такое алиум. Это лук декоративный. Ну так, на участке пока я еще ничего не делала. Посмотрите, вот уже у нас тюльпаны с бутонами. В этом году, видимо, очень рано зацветут тюльпаны. Нарциссы уже у девочек, у соседок цветут. У меня нарциссов пока нет, буду обязательно высаживать. Вообще, я хочу, как спланировать участок свой. У меня будет три теплицы, пару парничков, а остальное, вот четыре грядки клубники. На сегодняшний день у меня грядка чеснока, грядка лука, но мне этого не надо. Больше я не буду делать такие грядки. Они мне не нужны. Я сделаю такую вот грядочку, вот, наверное, в половину вот этой грядки, наполовину меньше. И там у меня будет чуть-чуть лука, чуть-чуть чеснока. Мне не нужно большое количество ни лука, ни чеснока. Вот, и хочу насадить здесь очень-очень много цветов различных многолетников. И, в общем-то, чтобы как можно меньше ухода было, меньше полоть и любоваться на красоту. И вот с этими смородинками, пять штук, их, я почему-то думала, у меня их шесть, их пять, черная смородина. Выберу из них самый хороший куст и один, максимум два куста оставлю. Больше мне не надо. Вот, по луку, по лёму. У нас были несколько дней низкие температуры. Прямо вот до минус шести опускались. И вот эта вот верхняя чешуйка, вот эта, я вижу, что она подмёрзла. Но, тем не менее, я думаю, она не будет в ущерб цветению. Всё-таки, наверное, он будет цвести. А так-то визуально видно, что подмёрзли. Вот этот верхний слой подмёрз. А листья-то нет, не замёрзли. А нет, вот тут вот прихватила. Вот, смотрите, кончик листа. Видите? Ну, было очень холодно. Это было на протяжении, а и здесь тоже, на протяжении трёх дней. Прямо низкие температуры были. И очень ветрено. В целом, алиум хороший. Буду его размножать, конечно, обязательно. Посажено тут. Всё у меня в таком беспорядке. Тем более, что мне приходилось высаживать туда, где было более-менее свободное место. Так как, в основном, вот здесь всё было. Поросль вишняка и поросль, вот эта сторона всё, поросль малины. Поэтому выбора не было. И вот где было свободное место, туда и натыкала. Вот мои пиончики, которые я сажала две или три недели тому назад. Видите? Они выходят. Они холода не боятся. Сейчас будут быстро приживаться. И, что меня удивляет, барбарис пошёл в рост. Несмотря на то, что было очень холодно. Так, по гейхерам хочу сказать. Вот смотрите, гейхеры. Я очень люблю гейхеры. Вот когда так весной гейхеру выпирает, видите? Нужно обязательно подсыпать грунт сюда. Обязательно. Я вот уберу эти старые листья все. Но это будет, наверное, не сегодня. А может быть, если успею, то и сегодня. Уберу все старые листья. И вот это вот место, как у Виктории, как у клубники, да? Когда выпирает корневище, обязательно надо подокучивать. Ну и в дальнейшем её уже нужно будет рассаживать. То есть вот так вот не оставляем. Хотя вот тут вот идут свежие листочки, но надо обязательно подокучить. А вообще гейхера мне очень нравится. Вот тоже вот пион, который я сажала. Видите, он абсолютно не подмёрз. Совершенно прекрасно себя чувствует. Вот тоже гейхеры. Но тут не выпирает. Тут я осенью высаживала по пионам и то гибридам. Вот видите, это у меня борцелла. Если у вас борцелла пока не выходит, не нужно паниковать. Она выходит чуть позднее. Но вот я здесь вижу вот уже. Видите, вот они, росточки есть. Я никогда не переживаю по этому поводу. Но уже вот приходят покупатели и говорят, высадили осенью борцеллу. Все пионы уже появились в сходы, а на борцеле нет. Ничего страшного. Она выходит всегда позднее, чем остальные пионы. Так, гортензия. Вот эту я осенью пересаживала гортензию. Я вижу, что тут почки есть. Да, всё нормально будет. Вот. И вот ещё у меня пионы тоже, которые я две недели назад высаживала. Может быть, 20 дней. Вот так вот где-то. Вот они. Растут, всё нормально. Не замёрзли. Но тут им, конечно, очень плохо. Тут всё. Вот это вот поросль ещё идёт. Видите, пни вот эти вот. Тоже тут вишняк был. Ну, я буду всё это выкорчёвывать. Хочу нанять. Уже поинтересовалась. Есть такие бригады прям по выкорчёвке. И мне нужно всё вот, всё почистить. Всё выкорчёвывать нужно. Всё прочистить. И затем уже можно будет заниматься планировкой сада. Да, подмёрзли. Подмёрзли алиумы. Вот тут вот, смотрите, он под листочком. Он нормальный. Чешуйка вот эта. А тут вот то, что наружу, он потемнел. Но я думаю, что ничего страшного. Он в любом случае зацветёт. Обработала уже клубнику. Подрыхлила, обрезала. Вот она. И сегодня у нас ожидается дожди. По прогнозу ночью должны быть. И я думаю, что это будет очень замечательно. У меня уже всё готово. Только поливать теперь нужно. Так, чем я сегодня планирую заняться? Тут вот всё, видите, вот эти бочки надо выбрасывать. Старые всё это буду убирать. Но вот эту вот бригаду алиму мне сказали, что их можно нанимать прям на 8 часов на полный рабочий день. И они мне тут, я надеюсь, почистят всё. Розы у меня высажены уже несколько роз. Четыре, по-моему, да, розочки? Вот я высаживала. Всегда розы я углубляю. Заглубляю очень сильно. 15-20 сантиметров от прививки. Таким образом, мне не приходится их на зиму укрывать. Они зимуют прекрасно. Единственное, что вот первый год я обычно кладу на эти розы, обрезаю их осенью и кладу укрывной материал, кирпичами с боков прижимаю. Но это только первый сезон. В дальнейшем уже этого не делаю. Чем я буду заниматься сегодня? Сегодня я буду сейчас высаживать вот у меня флокс. Клаудс парфюм. Вот такой вот флокс высажу. Тут уже всё в росточках, в тоненьких. Надо обязательно высаживать. И лилейники. Хочу сказать, что, друзья, у нас очень хороший сейчас на данный момент выбор лилейников. Просто шикарный. Магазин наш находится в городе Каменскуральский. По адресу проспект Победа, 48, в центре здания. Называется магазин очень коротко, дача. Я, конечно, не удержалась. Взяла себе 8 лилейников. Ну, 7. В этот раз 7. В прошлый раз я брала вот один вот этот лилейник. И уже высадила его. И ещё вот 7 лилейников сегодня высаживаю. Посмотрите, какие красавцы. Есть, конечно, и такие попроще лилейники. А есть прям вот необыкновенной красоты. Выбор очень хороший. Прям глаза вот разбегаются. Я даже сама не знала, какие же мне выбрать лилейники. Хочется все высадить. И просто великолепный выбор хост. Ну и пионы также есть у нас. Пионы можно ещё вполне высаживать. Вот, видите, какие красавцы. Сейчас я буду их высаживать. Не буду снимать на камеру, так как у меня... Я уже говорила, штатив сломался. Я, правда, купила уже. Но не было времени мне ещё собрать его. Что я делаю? Что кладу в лунку? Выкапываю лунку. Туда добавляю обязательно диатомит садовый. Он может быть в любой упаковке. Вот он, видите, диатомит садовый. Улучшает структуру почвы. Также защищает от болезней и от вредителей. Обязательно для того, чтобы корневая система лучше разрасталась, добавляю примерно по столовой ложке в каждую лунку мекоризы кормилицы. Для того, чтобы корневая хорошо разрасталась. И вот не зря я вам сегодня показала, что две недели назад я высаживала пионы. Все их высаживала, конечно же, с мекоризой. И они все прекрасно уже пошли в рост. И тут у меня диатомит. Диатомит на крышечке. Это я розы высаживала. Вот такое удобрение пролонгированного действия у меня. Это от Биомастер. Вообще Биомастер знают многие садоводы. Очень хорошее удобрение. Не важно, что тут указана у нас шикарная роза. Мы также и лилейники можем высадить с этим замечательным удобрением. Если нет такого удобрения, можно взять любое удобрение пролонгированного действия. Такие марки это у нас Ому, это у нас Фертика, что там еще, Ава. Это вот все пролонгированного действия. Чем они удобны? Один раз внесли и на все лето можно не переживать за то, что нужно нам проводить подкормки. Очень удобно. Конечно, они не дешевые, но стоит того. Я вот предпочитаю в саду выращивать все именно вот с этими удобрениями. Также я и гортензии высаживаю. У меня пышная гортензия у нас тоже. Это удобрение есть в продаже. Такие же у нас есть банки, по-моему, крупный помидор, сочный помидор и сладкая клубника. Они все вот в таких вот баночках. Я все их буду использовать обязательно. Мне очень нравятся эти удобрения. Если что-то подешевле, то можно брать осеннее удобрение. Очень хорошо, несмотря на то, что сейчас весна. Но если вы что-то высаживаете вновь, то тут уже лучше приобретать осеннее удобрение. Если у вас, допустим, лилейники, там розы, хосты высажены были в прошлом году, конечно, тут уже весной мы подкармливаем весенним удобрением. А если только мы решили высадить эти культуры, эти кустарники и цветы, то лучше применять удобрение осеннее, так как там меньше азота. Азот нам сейчас не нужен, когда мы высаживаем. Нам нужно наращивать корневую систему. Ну вот, друзья, сейчас я займусь посадкой. Всех приглашаю к нам в магазин «Дача». Всем до новых встреч. Пока-пока.